Привет всем на канале смартфон UA и в этом видео я обозреваю для вас смарт-часы Cubot ID206. Ну не правда ли странное название для смарт-часов? Попробуй его запомни. Но Cubot решили, что название нормальное и под ним смело можно выпускать продукт, который имеет одну интересную функцию, которую я ранее не встречал ни в каких других смарт-часах. Что это за функция? Это поддержка Alexa. Alexa от Amazon, та которая может соединить в себе особенности умного дома и управления другими гаджетами. Актуально ли это в нашей стране? Ну под большим вопросом, потому что у нас если пользуются такими фишками, то это Google Assistant, Siri. Но вот чтобы много людей пользовалось Alexa, ну такого нету. Наверное продукт рассчитан не на нашу аудиторию, но сами по себе часы неплохие и я в этом видео расскажу вам о них все, что знаю. Поехали! Что у нас в комплекте поставки? Да, небольшая коробка, сами часы с надетым наполовину ремешком, второй будете одевать самостоятельно, кабелем для зарядки и небольшой инструкцией. Вот и все. Запасных ремешков нет, ничего больше нет. То есть просто и обычно. Думаете, увидите что-то новое в корпусе? Нет. Все так же просто и очень похоже на Apple Watch. Особенно очень похоже на те концепты, которые гуляют по интернету в преддверии выхода следующего поколения смарт-часов от Apple. Как видите, присутствуют острые формы. Конечно, металла здесь нет, но пластик очень издалека на него похож. При небольших габаритах 40, 40 и 12 миллиметров у этой модели хороший по размерам дисплей. Мало людей, кому он может не понравиться. Ему не хватает такой яркости, как у AMOLED экранов, но это все-таки IPS, причем неплохой. Плюс того, что корпус полностью пластиковый, по сути один, это его легкость. Ремешок мало чем примечателен, разве что тем, что его можно быстро снять и быстро поменять на свой. Ширина 22 миллиметра. Обычная силикон-резина, жестковатая, с металлической бляхой, на которой написано название бренда. Кубот. Вот, в принципе, и все, что я вам хотел сказать о корпусе Кубот ID.206. Сборка хорошая, понравится. Элементы все подогнаны друг к другу очень плотно и точно. На руке часы очень удобны. Быстро снимаются, быстро одеваются, практически не чувствуются, а значит в них удобно спать. Это я подтверждаю по личному опыту. Потому что наставил себе на них будильников и, кстати, очень часто пользовался таймером, потому что он вибрирует довольно-таки сильно, что редко встречается в смарт-часах. Обычно получается так, что я его не чувствую. А в этих смарт-часах будильник и вибрации чувствуются отменно. Детально перехожу к дисплею. Диагональ 1,69 дюйма, разрешение 240 на 280 пикселей. Информации на главном экране размещается достаточно, чтобы понять, что вы за сегодня уже сделали, что успели и как себя чувствуете. У дисплея хороший запас по яркости. Некоторым цветам недостает контрастности, но это небольшая проблема. Зато информация хорошо читается под прямыми солнечными лучами. Выбор циферблатов большой, достаточный, точно сможете подобрать тот, который понравится именно вам. Чтобы активировать экран, можно нажать на кнопку, а можно сделать движение кистью. Обычное, привычное, посмотреть время. Функции постоянно включенного дисплея в этой модели не предусмотрено. Иначе бы она съедала батарейку за несколько дней. А так часы могут продержаться больше двух недель. Но только в том случае, если у вас не ежедневные тренировки и не каждую секунду измеряется пульс. Если брать среднее значение, то на 10 дней этого устройства хватает гарантирую. Полная зарядка занимает около двух часов от стандартного зарядного устройства на магните. Оно двухконтактное. Кому мало цифр, емкость аккумулятора 300 мАч. Теперь о здоровье. Что позволяют замерять эти смарт-часы? Ну, во-первых, пульс. А во-вторых, уровень кислорода в крови. Насколько правдиво это значение? Всегда показывало у меня больше 95. 96, 97, 98, 99. При том, что я точно знаю, что не болею. Померили и получилась небольшая цифра. Померите еще раз. Только сидите более спокойно и не двигайтесь. Уверен, цифра и уровень кислорода в крови у вас повысится. Вот такие вот они. Китайские смарт-часы. Хотите получать больше информации о своем здоровье от этих смарт-часов? Тогда подключайте их к приложению. VeryFit. Есть и для iOS, и для Android. Через них можно смотреть на тренировки, которые подключают навигацию, а значит строят вам маршрут, который вы прошли, пробежали или там еще что-то сделали. Через это же приложение настраиваются уведомления, которые вы можете получать от установленных на смартфон программ. Месседжеры, почта и другие. Но учтите, список ограничен. Наверное, я на себе не могу проверить, потому что не пользуюсь Alexa. Самым ценным в этих смарт-часах был бы удаленный процесс контроля, управления с помощью Alexa. Но у меня таких гаджетов нет. Я почитал об этом. Это, конечно, было бы удобно. Но, опять-таки, почему не делать это со смартфона? Это, в принципе, одно и то же. По сути, их можно использовать в качестве терминала. То есть смахнули в сторону, появился значок Alexa, и вы что-то говорите, чтобы Alexa вам сделала. Скажете, она сделает. Но только если смарт-часы соединены со смартфоном. Это обязательное условие. Ну, а если у вас рядом смартфон, то то же самое вы можете сделать на смартфоне. Или на другом устройстве, которое входит в вашу систему умного дома. Конечно, часы это удобно, но не такие простые, как эти. Alexa на них тоже хороша. Допустим, если смартфон лежит в двух метрах от вас, а вам просто лень вставать. Тогда часы будут полезны. Напомню, что они работают в пределах действия Bluetooth. То есть расстояние между смартфоном и смарт-часами должно быть не больше 8-10 метров. Только тогда вы сможете воспользоваться всеми прелестями Alexa. Иначе просто нет смысла обращать внимание на эту модель. Которая, кстати, хоть и стоит недорого, но конкурентов у нее предостаточное, которые не имеют эту функцию, а стоят на 1-2 доллара дороже, у того же Cubot такие есть. И я их тестировал. Ссылка на них вот здесь. Подвожу итог. Cubot ID 206 это интересные смарт-часы, которые могут и тренировки записать, и замерять ваш уровень стресса, и потренировать с вами дыхание, и позволяют выставить интересный рабочий экран, и подслеживать вашу активность в течение дня, и даже управлять умным домом с помощью Alexa. Но если у вас нету Alexa, то, возможно, эти смарт-часы вам и не нужны. Можно переплатить, например, за металлический корпус или за другие нюансы, которые есть в других моделях от Cubot. Но если Alexa есть, тогда присмотритесь, модель хорошая, интересный корпус, красивый дизайн. В целом, интересно, удобно, еще раз скажу, красиво и недорого. Актуальная цена на официальном сайте бренда в описании к этому ролику. Ну и в обязательные плюсы этой модели, Cubot ID 206, записываю наличие 14 спортивных режимов и возможность плавать в воде, в бассейне, в озере, в море. Корпус выдерживает 5 атмосфер. А у меня на этом все. Если возникли вопросы по этим смарт-часам, задавайте в комментариях, обязательно отвечу. С вами был Андрей и портал Smartphone.ua. Всем пока!